Дай почитать. Измена Анны, мужу, ее любовь к Вронскому и трагическая развязка. А есть те, кто с трепетом читает страницы, посвященные жизни Левина в деревне, его любви кити и их женитьбе. Действительно, зачем нужен Константин Левин? Басинский ставит задачу доказать, что без Левина романа под названием «Ана Каренина» не существует. В книге 10 глав «Зачем Левин, Левин и Ленин, Левин и Стива, Вронский и Доли, Каренина, Ревность, Китти, Смерть и заключительная Анна и Левин» есть приложение «Исповедь Льва Николаевича Толстого». Книга Басинского – увлекательный литературовический детектив, захватывающий расследование судеб, поступков, мыслей, характеров не только героев романа, но и самого Толстого и его близких и знакомых. Безусловно, любопытнейший и увлекательнейший анализ гениального романа. Известно, что в Левине Толстой во многом вывел самого себя и писался роман накануне духовного кризиса, после которого это стал уже совсем другой Толстой. Писатель не сделал Левина идеальным человеком, это граничило бы с самолюбованием. Софья Андреевна прямо говорила, Левин – нестерпимый человек. Толстой наделил его самыми неприятными чертами своего характера – категоричностью, упрямством, нежеланием соглашаться с общепринятыми истинами. Кстати, именно благодаря Ане Карениной Толстой в глазах иноземцев является самым главным нашим писателем. Хотя, например, в США по количеству переизданий и роман «Воскресенье» оставил далеко позади и Анну Каренину, и войну, и мир. Но в Америке сегодня популярность Толстого весьма специфична. К примеру, самая ходовая версия «Войны и мира» сокращена на 400 страниц. И есть хэппи-энд, остается в живых и Петя Ростов, и Андрей Болконский, они женятся и растят детей. А Анна Каренина преимущественно существует в комиксах. Как хорошо, дорогие слушатели, что мы читаем и пишем книги даже про одного героя. Будь то Анна, будь то Левин. Что поделаешь, Россия, 16+. Дай почитать.